Резонансную историю обсуждают в социальных сетях. Мать с отчимом увозят на машине детей от родного отца. А все началось еще в мае, когда в интернете появилось видео, как в Римаше пьяная родная мать и отчим бьют детей. Комиссия по делам несовершеннолетних провела проверку. В результате мальчиков 6-7 лет забрали из семьи в социально-реабилитационный центр. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 156. Оно было возбуждено в сентябре. И в связи с тем, что родители не лишены родительских прав, они имеют равные права и равные обязанности, папа написал заявление в комиссию о передаче ему из реабилитационного центра детей. Заявление родного отца было удовлетворено. Из реабилитационного центра мальчики отправились на воспитание к папе. Но история имела продолжение. 24 сентября мать с отчимом приехали навестить детей, взяли их на прогулку и в один из моментов, посадив их в машину, попытались скрыться. Отец бросился к машине, чтобы остановить их. В дежурную часть управления МВД России по Сергеево-Посадскому городскому округу обратился житель деревни Путятина с заявлением о том, что его бывшая жена с супругом забрали двух несовершеннолетних детей. Установлено, что женщина со своим супругом приехала к бывшему мужу для встречи с детьми. В ходе беседы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого супруг гражданки на автомобиле совершил наезд на заявителя, привезя его на капоте, затем предметом, конструктивно схожим с пистолетом, нанес ему телесные повреждения. После чего мама детей увезла их в неизвестном направлении. В отношении гражданина, причинившего травмы отделом дознания управления МВД, возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Через несколько дней мать все-таки вернула детей, и мальчики опять оказались у родного отца. Также установлено, биологические родители детей родительских прав не лишены, в родительских правах не ограничены. Какие-либо иные решения суда по определению места жительства и порядка общения детей с родителями отсутствуют. Решить, у кого на воспитании останутся мальчики, предстоит суду. Сейчас они находятся у родного отца, в семье оказывается психологическая и юридическая помощь.